Здравствуйте, уважаемые любители футбола и любители ставок. Переходим к 15-му туру чемпионата Кореи. Эта неделя выдалась спокойной, без всяких кубков посередине. Нас ждут 6 матчей. Сегодня будет один матч в 8 часов вечера по Корее, то есть вы все успеете сделать ставку. Я буквально очень скоро сейчас выложу этот же сразу же материал. Итак, Сеул-Гангвон. И что можно сказать про этот поединок? После отставки главного тренера Сеула столичная команда сумела добыть 3 очка. Все мы помним тот курьезнейший гол, который забил нападающий Сеула после ошибки, к сожалению, Джамшида Искандерова. Он катнул в сторону вратаря Сонама, нападающий Сеула подхватил мяч и забил гол. Так что, в принципе, этот первый гол был курьезный. Потом Сонама брушил кучу атак на Сеул, сравнял счет благодаря Томиславу Кишу. Во втором тайме тоже активно атаковал. И Сеул забил, в общем-то, достаточно необязательный гол с центральной части от линии штрафной площадки. Чуть-чуть дальше в шестерку. Как-то так вратарь не среагировал. Необязательный гол, не так уже и много было ударов в створ ворот. Результат 1-2. Результат 1-2. Что я могу сказать? 16 ударов по воротам у Сонама, 9 у Сеула. 8 в створ у Сонама, 3 у Сеула. Из трех ворот Сеула 2 это голы. То есть, реализация повезла где-то. Там Джамшит Искандеров ошибся. В общем, я не буду по этой победе считать, что Сеул сильнее Гангвона явно. Поэтому насторожили, но не убедили пока. Гангвон. Гангвон дрался с армейцами в жутко непростом поединке. Уступив при этом Ульсану в матче на кубок посреди недели 0-3. В матче с армейцами Гангвон сумел проявить силу воли. Сначала они забили гол благодаря автоголу. Повели в счете. Потом во втором тайме, ближе к второму и во втором тайме, армейцы вышли вперед. На 87-й минуте они забили второй гол. 2-1. На 90-й минуте у Гангвона удаление. Поэтому это, конечно, не очень хорошо. Но не критично, я думаю, в матче с Сеулом. Вот что я хочу сказать. Ну и на 90-й плюс третьей минуте счет был сравнен. Сравнял счет Ким Джин Хион, самый лучший молодой игрок Лиги сезона 2019 года. Итак, 2-2 с четвертой командой чемпионата. Сильный, уверенный в тяжелой борьбе. И достаточно, на мой взгляд, случайная победа над сороками со стороны Сеула. Так что по последним матчам я пока вижу преимущество Гангвона. А личная встреча этих команд также осталась за Гангвоном. Это было в далеком первом туре сразу после карантина. Тогда со счетом 3-1 выиграл Гангвон. Однако первый гол забил Сеул в первом тайме. И лишь на 52-й минуте Гангвон сравнял счет. А два гола забил на 85-й и 86-й минутах. Но надо понимать, что первый матч после длинного перерыва не все так просто. По ударам тогда было 4-2 в створ. То есть реализацию обоих команд в порядке. Из 4-х ударов в створ 3 гола у Гангвона. И из 2-х ударов в створ 1 гол у Сеула. Так что свои те моменты, которые они создают, они часто реализовывают. Но создают о них немного. До этого в октябре Гангвон выигрывал 3-2. А летом 19-го играл два раза в ничью. 2-2 и 0-0. Это при том, что Сеул в прошлом сезоне был бронзовым призером. 3-2, 3-1, 2-2, 0-0. Как видим, достаточно много голов в личках. Три тотала больше в четырех матчах. И две победы, две ничьи, ноль поражений в пользу Гангвона. По составам. У Сеула, думаю, будет примерно тот же состав, что и обыграл Сунам. Напомню, он был весьма перетасованным и экспериментальным. Но ведь в отличие от предыдущих матчей результат-то был. Асмар не готов еще. И звездный Ки Санг Йонг тоже. Ну и, конечно, тренер. Да, тренер у Сеула пока не объявлен. И команду готовит помощник бывшего уволенного тренера. У Гангвона не будет играть получивший небольшую травму Хан Хук Йонг. 14 игр и 1 гол в этом сезоне. Хотя Ли Йонг Джай в том матче с армейцами заменил его не так и плохо. У него 11 матчей из 14 он был в составе или на замене. Так что, я думаю, Ли Йонг Джай, Хан Гук Йонга заменят нормально. Ну и которого удалили товарища тоже, в принципе, думаю, заменят нормально. Сеул по статистике мало забивает в этом первенстве и очень много пропускает. Сеул пропускал хотя бы гол в 12 матчах из 14, а вот забивал хотя бы один мяч лишь в 6 матчах из 14. До победы над Санамом у Сеула была всего лишь одна победа в 10 последних матчах при 8 поражениях. Так что я не буду считать Сеул сильным на данный момент. Лишь потому, что он весьма неуверенно победил Санам. Сеул пропустил 20 мячей из 30 во втором тайме. Учитывайте это во время ставок онлайн. Можно спокойно брать на то, что Ган Гвон забьет во втором тайме. Матчи Сеула против команд, занявших 7 и 12 места, занимающих 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. 3 поражения. Ган Гвон, Сонам, Бусан. 3 тотала больше, 4 тотала меньше. Как видим, против равных себе команд Сеул играет с переменным успехом, в последнее время проигрывая. Ган Гвон же после победы над Гван Шу 2-4 никак не может победить. Но поражение 0-1 от Уль Сана не грех. А ничьи с армейцами и Сонамом явно не позор. В матчах Ган Гвона было зафиксировано 8 матчей на тотал больше и 6 матчей на тотал меньше. А в последних 6 матчах 4 было верховых. С равными себе ребята тоже играют уверенно. Ган Гвон в матчах с командами, которые сейчас идут на 7-12 местах. 3 победы, 3 ничьи, 1 поражение. От Буса на 2-4. 5 раз тотал больше, 2 раза тотал меньше. Как видим, тотал и на больше частенько именно в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы срабатывают. Да и пропуск хотя бы одного мяча в 12 матчах из 14 говорят о том, что Сеул может и забьет им гол вполне. Исходя из вышесказанного, у меня вырисуется следующее. Невзирая на некоторые кадровые проблемы, Ган Гвон как минимум не проиграет. Поэтому я рекомендую либо П2 с 0, если хотите чуть-чуть рискнуть ради высшего коэффициента. Либо Х2. Я выбираю Х2 и просто поставлю чуть больше сумму. И да, тотал больше 2,5. Команды не явно низовые. В матчах с участием этих команд тотал и больше довольно частое явление. Поэтому тотал больше 2,5. Итак, исход матча Х2. Тотал больше 2,5. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. И ждите прогнозов на субботу. Будут очень скоро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok